Давайте еще помолимся вместе Присоединяешь нас, Господь, благословляешь нас в Доме Твоем Мы превозносим Твое имя, Господь Я молю, чтобы Ты сегодня касался наших сердец, Господь Я молю, Господь, чтобы мы могли достаточно открыться для Тебя Чтобы принять все то, что Ты для нас приготовил Что Ты запланировал в этом дне, в этом богослужении, Господь Господи, вложи сегодня от Твоего сердца в наши сердца От Твоего Духа в наш Дух От Твоей внутренности в внутренность наш Господь, чтобы мы могли измениться, стать лучше, пригоднее для Тебя Мы прославляем Тебя, Отец, благодарим Тебя Спасибо Тебе, что сегодня можем здесь наполняться Твоей радостью, Господь Ликовать перед Тобой, прославлять Тебя, хвалиться Тобой И мы будем это делать, Господь Непрестанно будем славить Тебя Благодарим Тебя, Господь и Бог наш Слава Тебе и хвала Тебе Халилюя Во имя Господа Иисуса Христа Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иерушалай! Шалом! Шалом! Израиль! Шалом! Иерушалай! Иерушалай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ему хвалу и тень Все в Его руках На небе звезды чтень Шалом! Шалом! Израиль! Шалом! Иерушалай! Шалом! Шалом! Израиль! Шалом! Иерушалай! Иерушалай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шалом! Иерушалай! Шалом! Шалом! Израиль! Шалом! Иерушалай! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Могущественные места Пусть внушу я вновь не океан На ключи моё спою вставай И на первой стране лечь потерь Я буду вновь не вновь не океан Пусть внушу я вновь не океан На ключи моё спою вставай И на первой стране лечь потерь Я буду вновь не океан И вновь не океан Я буду 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 вновь не океан Занять свой путь, занять свой путь. Я вижу, как смолитой пробужденье к нам придет. Звонимся вновь, звонимся вновь. Осада, 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 вишний Богу. Осада, 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 вишний Богу. Превозносит Тебя Господь Разбивает Тебя славы воды Раздаёт Тебя всю славу Паруя Сердце истрели огонь На завытое вверх глаза открой Научи любить, как ты Любить Дай познать мне боль Твою А даю Тебе ту же жизнь мою На пройду свой путь и мой Как вечности Вечности Асана, Асана, Асана Вишни Твою Асана, Асана, Асана Вишни Твою 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 Асана, Асана, Асана Вишни Твою Асана, Асана, Асана Вишни Твою Асана, Асана Вишни Твою а господь да тебе а 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 слава тебе господе превозносим тебя асана тебе слава тебе Хвала Тебе, Господь, мы воздаем Тебе, Отец Славу и честь, Господь, в этот день, в это утро, Господь Поклоняемся перед престолом Твоим святым Ты Бог жизни моей, Ты мой царь, Ты мой искупитель и мой спаситель И в устах, Господь, Тебе песнь, Асана, Тебе в вышних хвала, Господь Тебе, Господь, благодарность за все, Тебе низкий поклон, Господь Тобой мы хвалимся этим утром, Твоего имени мы не стыдимся, Господь Ты нам был во спасение, Господь, Ты пришел, когда никто не пришел Ты стал близок, рядом, Господь, когда все оставили Когда меня сильно толкнули, я упал, Бог поддержал меня Я благодарю Тебя, Господь, и сегодня воздаю Тебе хвалу За Твои благодеяния, благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою любезность За благодать Твою, Отец, за милость Твою Благодарю Тебя, Господь, за защиту Твою, за покров Твой надо мной, над моей семьей Благодарю Тебя, что Ты есть ограда жизни моей, Господь И никакая язва не подойдет ни ко мне, ни к жилищу моему Никакая зараза не опустошит ни меня, ни мой дом Потому что Ты мое прибежище, Господь Ты моя скала, Ты моя защита Ты, Господь, спасаешь меня в день бедствия Под сенью крыл Твоих я успокаиваюсь Говорю Тебе, Ты мое прибежище, Бог мой, на Которого я уповаю И я благодарю Тебя, Отец, что Ты есть у меня Я благодарю Тебя за мышцы крепкие, за мышцы вечные Которые меня вывели из рабства и введут меня в землю обетованную Благодарю Тебя за обетования Твои, которые дай аминь Во Христе Иисусе и для меня, и для моих детей И для моих родственников, и для моих друзей и знакомых И для церкви моей, и для города моего И для страны моей, Господь Благодарю Тебя, что Твое слово, оно сильнее всякого зла Что Твои планы, они сильнее планов дьявола Что Твой свет, он сильнее всякой тьмы Ты, Господь, Бог мой, Тебе, Асана, Тебе, хвала Тебе честь, Тебе, Господь, взываю Тебя благодарю, Тебя славлю Бог мой, сила моя, песнь моя, слава моя Тобой душа моя хвалится Тебя я буду славить, Бог, в собрании великом Тобой я не буду гнушаться, не буду смущаться Не буду стыдиться Аллилуйя Тебе, Аллилуйя Тебе Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, наш Бог Мы превосносим Тебя, Господь Мы посчитаем Тебя сегодня здесь И мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы еще ближе подойти к Тебе И мы нуждаемся еще в том, Господь, чтобы глубже познать Тебя Постигнуть, Господь, Твое сердце Познать Твое Слово, мой Бог Мы еще все нуждаемся, Господь Мы еще все сознаем И признаем свои несовершенства Свои падения Свою несостоятельность, Господь Но мы знаем, что есть Твоя кровь Которая сегодня омывает Которая сегодня восстанавливает Которая сегодня очищает И делает непорочными, Господь И мы благодарим Тебя За поток Твоей крови Мы благодарим Тебя За силу искупления Мы благодарим Тебя За дерзновение, которое имеем Во Христе Иисусе Стоять перед престолом Твоим И молиться во время ненастное Во время сложное Благословлять Твое имя святое Говоря, я знаю, Бог со мной Я знаю, в кого я уверовал Доктора говорят так А я знаю, в кого я верю В семье проблема Я знаю, что Бог мой жив Я знаю, что Искупитель Он держит в жребе мой Он не даст меня в добычу врагам Я знаю, что Бог мой За меня кто будет против Что мне человек Господь Бог со мной Он поддерживает меня Он подкрепляет меня Он моя защита и скала Бог мой, на которого я уповаю Бог мой, на которого я уповаю Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Бог мой, на Тебя уповаю На Тебя уповаю Бог мой, на Тебя уповаю На Тебя уповаю На Тебя уповаю В болезнях на Тебя уповаю В проблеме на Тебя уповаю Смерть близка, я на Тебя уповаю Проблемы с финансами, я на Тебя уповаю Проблемы в отношениях, я на Тебя уповаю Я упал, я ступился, я упал в грязь, я на Тебя уповаю Я запутался, мои ноги в сети, но я на Тебя уповаю Я, Господь, совершил ошибки, но я на Тебя уповаю Ты, Ты Бог мой, Ты Бог мой У меня все хорошо, я все на Тебя уповаю Ты Бог мой, Тебя я славлю, Господь Этим утром мы на Тебя уповаем Ты наше упование, Господь Мы верим в Тебя, мы доверяем Твоему Слову, Господь. Мы посчитаем, Господь, драгоценные, славные обетования, которые нам даны во Христе Иисусе. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сильнее всех, что с Тобой никто не сравнится, Господь. Поэтому мы сегодня, Отец, разрушаем всякие проклятия именем Иисуса Христа. Мы сегодня, Господь, благословляем, как церковь, всех этих людей, Господь, о которых здесь в записках упомянут, Отец. Мы молим, Господь, чтобы Ты пришел могущественной силой Твоей, Господь, чтобы Ты разрушил всякое ермо во имя Иисуса Христа. Мы молим, Господь, чтобы Ты открыл темницы, чтобы Ты открыл, Господь, эти ворота, эти засовы, Господь, той души, которая томится сегодня, чтобы Ты вывел ее на свободу, Господь, дал в тесноте Твой простор, Господь, поставил на гору высокую для врага недосягаемую, Господь. Да будет разрушен всякий плен, мой Бог, да будет власть имени Твоего, Господь, над этими жизнами, мой Бог. Восстань и пусть рассеятся и расточатся враги во имя Иисуса Христа. Мы, Господь, уповаем на Тебя, мы уповаем на Тебя, Отец, только Ты, Господь, можешь. Мы не можем, мы не знаем, Ты знаешь, и мы доверяем, Господь, Твоей воле, и мы доверяем Твоему ответу, и мы доверяем, Господь, Твоему посланию с небес, и мы доверяем живому слову, Господь, которое Ты пошлешь в избавление. Мы доверяем, Господь, откровению Духа Святого, мы доверяем написанному Евангелию, мы доверяем, Господь, Твоей любви, доверяем, Господь, Твоей милости. Да будет, Господь, воля Твоя в каждой жизни, Господь, в каждой семье, в каждой ситуации, заведомо зная, что Твоя воля, Отец, она благая, она добрая, она полезная, она угодная, она совершенная, безупречная, на все сто процентов лучшая. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Господь. И, Господь, благословляем, конечно же, Израиль, Господь, благословляем, Господь, сегодня соединяем сердца, соединяем голоса в этой молитве, благословляем Сына Твоего, первенца Твоего, избранного Твоего, Господь. Молим, Господь, о том, чтобы Ты спас, молим о том, чтобы пришла живая вера, молим о том, Господь, чтобы завеса, Господь, пала, чтобы это покрывало было снято, молим об истинном поиске Тебя, Господь, молим, чтобы пришло неудовлетворение от всего того, что сегодня не назидает. Господь, к чему сегодня так стремятся, так тщательно изучают, но что, по сути, не обладает силой ко спасению, потому что мы знаем, что спасение только в одном имени, которое данно человеком, имени Господа Иисуса Христа. И мы молим, чтобы это имя стало, как мед на устах Израиля, мы молим, Господь, чтобы это имя стало драгоценным, мы молим, чтобы Израиль, Господь, воззвал, возревновал, возжаждал Тебя, мы молим, Господь, чтобы Израиль уразумел для себя время Твоего посещения в это дивное время, в которое мы живем, мой Бог. Пусть большие и большие евреев познают истину, Господь, и всякая ложь, всякие суеверия, всякие глазики, ниточки, мой Бог, да будут постыжены, да будут пострамлены во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, пусть потоки Твоей жизни придут, Господь, нахлынут на эту нацию, мой Бог. Благослови, Господь, Иерусалим, мы молим о мире Иерусалиму, мы молим, Господь, чтобы там было благоденствие, чтобы там было процветание, мой Бог, во имя Иисуса Христа. Благослови, Отец, благослови, Господь. И мы поддерживаем сегодня Церковь, Отец, которая, Господь, сегодня проходит трудное время, мой Бог. Мы молим, Господь, за те страны, регионы, которые закрыты сегодня, для проповеди Евангелия, там, где сегодня оно гонится, пресекается, Господь, там, где сегодня дают смертную казнь, Отец. Мы благословляем, Господь, эти места, просим, чтобы люди уразумели, Господь, просим, чтобы люди очнулись, мой Бог, просим о покаянии, излиянии от Духа Твоего. Молим, Господь, чтобы жестокие сердца стали мягкими, Господь, чтобы каменные сердца превратились в плотиные, Господь. Молим, Господь, чтобы всякое око узрело спасением Божьим. Молим, чтобы сердца уверовали в Тебя, Господь, даже в результате сегодня чьих-то страданий, мой Бог, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, подними, Господь, укрепи. И мы молим, Господь, Тебя от Церкви в Америке, Отец. Мы просим, Господь, чтобы Ты поднял, мы молим, Господь, чтобы Ты нас вдохновлял, мы молим, Господь, чтобы мы не шли просто с тем, что сегодня модно, чтобы мы не поддавались ни на какого рода провокацию нечестивого, Господь, в какой бы красивой обертке нам сегодня что-то не предлагалось, Господь. Помоги, Господь, даром развлечения увидеть суть, корень, Господь. Помоги знать разницу между добром и злом, Господь. Дай смелость, Господи, чтобы стремиться к добру, Господь, чтобы не ослабеть в пути, Господь, чтобы дойти до финишной линии, Господь. Во имя Иисуса Христа, Отец, дай нам, Господь, чтобы Слово Твое, оно было светильником, Господь, в это время темное, мой Бог, чтобы мы могли распознавать и видеть все в истинном свете, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, спасибо Тебе, Отец. И, Господь, сегодня пошли Твое восстановление каждому, кто ослабел духовно, Господь. Пошли сегодня восстановление, Господь, там, где сегодня пришло равнодушие, Отец. Пошли сегодня восстановление, свежую воду Твою, Господь, из Твоего родника небесного, Господь, из, Господь, Твоих рек воды живой, мой Бог, из Твоих резервов и источников, сегодня, Господь, дай, Господь, внутри эту жажду праведности, святости, знать Тебя, идти за Тобой, Господь, ревновать, как ревновали апостолы, Господь. Во имя Иисуса Христа подкрепи сегодня, мой Бог, те руки, которые опустились, подкрепи, Господь, те ноги, которые оступились, мой Бог, во имя Иисуса Христа. Мы сегодня на Тебя уповаем, Господь, мы обращаемся к Тебе, Отец. Я знаю, что Ты выведешь на свободу, я знаю, что Твой свет укажет путь, Господь. Я знаю, что Ты выведешь из ямы, я знаю, что Ты достанешь из болота, я знаю, Господь, Ты был вчера мне помощником, и сегодня Ты меня выведешь. Я благодарю Тебя за это, Отец, я благодарю Тебя за Твою подмогу. И сегодня, Господь, на милость Твою уповаю, на любовь Твою уповаю и на благость Твою уповаю. Пусть сегодня каждое сердце окрепнет от силы Божьей, во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы можем принести наши десятины. Господь, благослови, Господи, усмотри всякую нужду, Отец, во имя Господа Иисуса. Просим Тебя, Отец, дай нам мудрость, Господь, в распоряжении финансами. Дай нам щедрость, Господь, чтобы мы могли уделять то, что уделять должны, и направлять эти деньги туда, куда должны. Благослови Твой дом, церковь Твою. Пусть тут не будет ни в чем нужды, недостатка. Покрой, Господь, существующие нужды, текущие нужды. Во имя Иисуса благословляем Твое имя святое. Благодарим Тебя, Господь, что из Твоей руки, от Твоей щедрости, Господь, мы сегодня имеем изобилие в нашей жизни и живем в этой стране, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я закричу для Иисуса, или буду тихим, я упаду на колени, или буду я стоять, буду петь Аллилуйя, или буду я молчать, Я могу лишь представить, я могу лишь представить, я могу лишь представить, от Твоей сойдет тот, который будет быть Твоей, Я могу лишь представить, это вечно расслаблять Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Я закричу для Иисуса, или буду тихим, я закричу для Иисуса, или буду тихим, я упаду на колени, или буду я стоять, буду петь Аллилуйя, или буду я молчать, я могу лишь представить, Иисуса, или буду я молчать, я могу лишь представить, Иисуса, или буду тихим, я буду тихим, я буду тихим, Аллилуйя, немного, не буду тихим, я могу лишь представить, Иисуса, или буду я молчать, я могу лишь представить, Я могу лишь представить, Это вечности, я могу лишь представить, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Мы приветствуем всех наших гостей сегодня Добро пожаловать в Божий дом Есть у нас сегодня те, кто с нами первый раз Если вы с нами, пожалуйста, поднимите руку Мы вас поприветствуем в гостях Аллилуйя, слава Богу Добро пожаловать, благослови Господь Мы приветствуем всех, кто с нами через интернет сегодня Мы рады, что наша семья такая большая Интернациональная Всемирная, да? Поэтому всемирная паутина Не для того, чтобы запутать людей А для того, чтобы распутать людей Аминь И Божьи связи взаимоскрепляющие Они приносят благословение каждому, кто ищет Бога Вы знаете, кто что ищет, тот он находит, да? В интернете можно найти разные вещи По вкусу, по твоей природе По твоему аппетиту По твоей жажде Что ищешь, то найдешь, да? Ты ищешь, и тебя ищут там Поэтому ищите Господа, аминь И я хочу представить вам еще одного гостя Который среди нас Владимир Лимаренко Певец-евангелист Давай, пожалуйста, Володя Мое время Аллилуйя И пока Володя идет Давайте мы помолимся за одну срочную нужду Мне позвонили друзья Из Чикаго У них 17-летняя дочь Арак Касси Сломалась нога Внезапно Не поняли откуда И когда туда заглянули Там 17-летняя девчонка Выше колено Нога сломалась Съела все Представляете себе? Надежда на Господа Давайте мы поднимемся Принесем эту нужду пред Господа Аминь Отец, мы благодарим тебя за то, что ты у нас есть, Господь И в самых трудных, Господь, обстоятельствах Господь В самых непредвиденных, Господь Когда мы неподготовлены, Господь Когда всякая неожиданность Отец Есть ты на троне И имя твоего Шама Я уже ждал тебя Я знал И я встречу И я отвечу Господи Это имя Твое Это природа Твоя Это характер Твой, Господь Мы сегодня молимся о том, чтобы сила Духа Святого Сила воскресившего Христа из мертвых Господь Прикоснулась И исцелила, Господь Во имя Иисуса Христа Эту больную ногу, Господь Мы приказываем Всякому духу Рака Нечистому Во имя Иисуса Христа Убраться Вон Из всякой ткани Из всякой кости Из всякой клетки Уберись Во имя Иисуса Господи Мы проглашаем силу исцеления Мы молим Тебя о том, чтобы вера была, Господь Как у родителей Так у нее, Господь Во имя Иисуса Подними, Господь Во имя Иисуса И пусть Твоя победа Прославит Твое Святое Великое имя Господь Для Тебя нету слишком трудных Слишком высоких Слишком непредвиденных обстоятельств Господь Ты Бог Всемогущий Мы славим Тебя И благодарим Тебя И как церковь Сегодня возвышаем голос Господь Чтобы победа Твоя И царство Твое Утверждалось На земле Да придет Царствие Твое Аллилуйя Господь Царствие Твое Это когда больные Выздоравливают Когда глухие Слышат Когда слепые Видят Это Царствие Твое Господь Слава Тебе Господь За то Что Иисус Пришел Чтобы царство Неба Утвердилось На грешной земле Аллилуйя И весь Божий Народ сказал Амин Амин Вы можете садиться Шаббат Шалом Дорогая церковь Я благодарю Бога Что дал возможность Сегодня быть Среди вас А я уже давно Вас не был И мне очень приятно Видеть каждого из вас Это Любимая моя церковь В Нью-Йорке И Я благодарю Бога Что он сливает Наши сердца Для славы его Хочу передать Большие приветы И благословения Конечно Из Украины Из города Киева Откуда я приехал Наши братья и сестры Передавали вам Огромные приветы И благословения Вкратце Несмотря на То тяжелое время Которое сейчас Там происходит Господь дает Все больше Больше служений Сегодня как никогда Люди Открывают Сердца для Бога И сегодня Как никогда Они обращаются К Нему И Очень много Работы На Ниве Божьей Господь дает Служение Не только в Украине Но это и Россия И Урал И Казахстан Были не так давно Поездки туда И Господь Это такая Страна Мусульманская Но Господь Давал мудрость И там Проводить эти служения Также Я продолжаю Трудиться Среди цыганского народа Это Прекрасные братья и сестры И я благодарю Бога Что он Взращивает этот народ Увеличивает Растут церкви Растут служения И Раз в год Проходит такая Конференция Большая Где Господь Дает Возможности Делать Новые планы Новые Расширяет Церкви Сегодня Есть Новые церкви Уже и в Киеве И в Харькове И в России Несколько церквей Господь Сегодня смотрит Наше сердце Не на цвет кожи Не на сленги Не на языки Аминь Я благодарю вас За те молитвы Которые Вы Воздаёте Богу За те страны Откуда вы приехали И мы очень нуждаемся В тех молитвах Потому что Сегодня особое Такое время Где Нужно это всё Отдать Богу Чтобы Господь Всю эту ситуацию Перевернул На Его славу Потому что Погибает очень много Людей По сегодняшний день И пропадают Без вести Кого-то находят Кого-то нет И Моя просьба Помните О наших странах И Молитесь За эти страны Я хотел Прославить Господа Известной песней Она так и называется Шалом Мои друзья Грани Господь Ваш дом Пусть сердце К нам войдёт Шалом Шалом И Ход не прось порой Тот мир, где мы живём Окружает нас Шалом Шалом И Ход не прось порой Тот мир, где мы живём Окружает нас Шалом Шалом Открыто сердце дверь Живёт Божий днём И Наполняет нас Шалом Шалом Улыбками сиять Давайте День за днём Приносит радость нам Шалом Шалом Улыбками сиять Давайте День за днём Приносит радость нам Шалом 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 Пошли Господь нам всем Шалом 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 Нас не смутят пути Которыми пойдём Наградой будет нам Шалом Шалом Нас не смутят пути Которыми пойдём Наградой будет нам Шалом Шалом Войдем мы в храд святой, там вечность обретем, Вместе с ней Господь нам дарует шалом. Нас не смутят пути, которыми пойдем, Градой будет нам шалом, шалом. Нас не смутят пути, которыми пойдем, Градой будет нам шалом, шалом. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Шалом мои друзья. Аплодисменты. 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 Ты в сердце мое, ты в сердце мое. Я к тебе иду, открывая небеса. Я домой живу и знаю. Множество дорог я пройти не смог. Но ищу тебя, знай, всегда я. Сердце мое, сердце мое, ты мой Бог, тебя я слышу. Ты приходишь нежным злом. В сердце мое, ты в сердце мое. В сердце мое, пусть Господь живет и в ваших сердцах. Я вспоминаю время, когда я был студентом, и мы играли в большом оркестре. И звучало часто одно из произведений, а даже у Альбинони, его часто дирижировали старшекурсники, издавали экзамены. И никакое другое произведение, как это, так не касалось моего сердца. Я задавал себе вопрос, почему именно это произведение, а не другое. И когда я начал изучать историю этого композитора, я прочитал, что этот человек в свое время, когда он жил, он трудился в церкви. Все, что он делал, он посвящал Богу. И все свое творчество он посвящал ему. И тогда я понял, что это музыка неба. И мне так хотелось сделать или инструментальное изложение в такой обработке, или же написать один из текстов, сделать песню. И однажды Господь дал мне один из текстов. Я сделал такую аранжировку и назвал эту песню. Как мне достичь Тебя? А даже в Альбинане. Как мне достичь Тебя? На крыльях в облаках, Где звуки вечной любви, На струнах арфы вдали, Ты коснешься нежно рукой. Только Ты со мной, Господь мой. Сквозь дали расстояния, Я слышу голос тайны. Пусть небо звезды зажгут, К тебе проложат свой путь, К тебе проложат свой путь, И я увижу Тебя нам, Только ты и я, как прежде. Я вновь взываю в небеса, Чтоб услышать Тебя, И сквозь года, Через века, Будешь в сердце моем, И останешься в нем, Я с Тобой навсегда. Я с Тобой навсегда. Как мне достичь Тебя? На крыльях в облаках, Где звуки вечной любви, На струнах арфы вдали, Ты коснешься нежно рукой, Только ты со мной. Ты со мной, будешь со мной, На веки со мной. Как мне достичь Тебя? Пусть Господь Вас обильно-обильно всех благословляет. Я всегда рад видеть вашего пастыря, Мы иногда встречаемся в других штатах, Господь соединяет нас. Поеду на Украину, Передам большой привет благословения от вас. Есть новые альбомы, Если вы захотите их послушать. Я думаю, что ты в конце еще споешь, Если тебе будет возможность. Спасибо. Спасибо большое, Володя. Мы где-то полгода назад, Наверное, я захожу В городе Сан-Франциско в церкви, В коридоре, И сталкиваюсь с Володей. И у него такие глаза. Он говорит, Вы что, сюда уже переехали? Я говорю, да нет. Он говорит, а я только про вашу церковь думал. Спасибо, что ты думаешь о нас. И мы на самом деле всегда рады тебя видеть и слышать. Я хочу сегодня закончить мою тему. Мне сегодня особенная благодать нужна. Пусть Господь подкрепит мои немощи. Но я хотел бы, чтобы мы еще раз еще помолились. Когда-то один человек, Джон Уэсли, Известный человек, которого Бог использовал в свое время, Основателем методистского движения так называемого, Когда они начали изучать Писание более глубоко. Это был человек, который был предан посту и молитве. Он говорил, что если человек не постится, То он вообще отступник. Но он написал в своем дневнике такие слова. Я убедился, что Бог делает все благодаря молитве, И ничего не делает без нее. Он сказал, что я убедился, что Бог делает все благодаря молитве, И без нее ничего. В этом послании филиппинцам написаны такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением Приносите свои желания Богу». Кто из вас верит, что Бог слышит наши молитвы, и Он хочет отвечать нам на наши молитвы? Но нам нужно молиться. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением Приносите свои желания перед Богом. Я хотел бы, чтобы мы помолились сейчас. Мы как-то это упустили. Ситуация вообще выходит из-под всякого контроля. Украина, Россия, там наши близкие, родные, там люди, там наши друзья. И сегодня очень сложно разобраться, кто прав, кто виноват. Бог один прав. Но я знаю одно место Писания, которое мы выучим на следующей неделе. Писание говорит, апостол Павел говорит, «Притом мы знаем, и нам нужно знать это, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Во-первых, для этого нам нужно сначала это знать. Мы знаем, что Бог силен обратить даже плохие вещи в хорошее. Во благо, если мы любим Его, если мы призваны в соответствии с Его целями, в английском написано, если мы следуем Божьему призванию, если мы хотим Богу служить, чтобы выполнить призвание, и мы любим Бога, Бог обещает все обратить во благо. Мы помолимся сейчас. И я хотел бы, чтобы мы помолились за одного молодого, не молодого, а пожилого человека. Нас попросила сестра прийти в больницу к нему. У него инсульт, он без сознания был долгое время, его хотели отключать. Мы как-то пошли с молодыми братьями уже ночью, с Максом, с Виталиком. Мы помолились. И у меня больше не было возможности туда поехать по разным причинам. Но он пришел в себя. И, вы знаете, эта семья очень важная для нас, еврейская семья. Они хотели отключать, они уже все, они уже готовили гробы и прочее, прочее. Для Бога нет ничего невозможного. АПЛОДИСМЕНТЫ Все возможно Богу и все возможно верующему. Мы помолимся, чтобы Господь его восстановил. И чтобы вся эта семья напознала Бога Брама Исаика Якова через Иисуса. Аминь. Мы помолимся прямо сейчас. Давайте мы встанем. Спасибо. Отец Небесный, мы поднимаем наши руки к Тебе. В знак того, что мы Тебе верим и доверяем и уповаем на Тебя и только на Тебя. Благодарим Тебя, что Ты Бог немолчащий, что Ты Бог слышащий. Благодарим Тебя за то, что Твоя рука не сократилась, чтобы спасать, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что у Тебя более чем достаточно силы, чтобы воскресить даже мертвого, Господь. Ты из ничего сотворил все, Господь. Мы сегодня верой уповаем на Тебя и на Твое Слово, Господь. Мы приходим к престолу благодати, чтобы мы могли, Господь, сегодня утверждать и провозглашать, что Ты Тот, Который все превратишь во благо. Мы молимся сегодня, Господь. Мы молимся о ситуации в Украине, в России, Господь. Господь, Ты видишь сердца царей, правителей. Ты знаешь все планы Твои, не Твои. Пусть, Господь, все, что не от Тебя будет разрушено, Господь. Пусть, Господь, Твоя воля будет. Ты сказал, что мы молились. Да будет воля Твоя здесь, на земле, как и на небе. Пусть Твоя воля будет там, в Украине, в России. Да познают Тебя. Да придет настоящее пробуждение. Да вознуждаются люди в Тебе, Господь. Мы просим о Твоей милости, Господь. Мы просим о милости Твоей. Ты сказал, что в Твоей руке сердца царей, Господь. Ты тот, который держит все в Своей руке. Мы просим Тебя. Пусть эта земля, эти земли наполнятся миром и пробуждением. Пусть придет, Господь, благо Твое, Господь. Защити людей, Господь. Защити, Господь, от бессмысленной, глупой смерти, Господь. Те, которые не познавшие Тебя. Защити от всякой ненависти, злобы, Господь. Вражды, Господь. Ты сказал, что блаженны те, которые миротворцы, Господь. Пусть мир Твой придет, Господь. Благословляем украинцев, благословляем русских, благословляем татар, благословляем всех людей, которые живут, которые в этом конфликте вольно или невольно замешаны, Господь. Благословляем Имя Твое, Господь. Благословляем Имя Твое. Пусть оно как знамя любви будет над ними, отец. И мы молимся за церковь, Господь. Особенно за церковь в России, в Украине, Господь. Господь, чтобы там был мир, Господь, между ними, чтобы они понимали, понимали волю Твою, понимали, что в Твоем сердце, Господь. Чтобы они больше, Господь, уповали на то, чтобы молиться и взывать. Ты сказал, много может усиленная молитва праведного. Господь, это Твое слово. Мы благодарим Тебя, и мы молимся, Господь, за сейчас, за этого человека, молодого, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты коснулся Его, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты поднял Его, восстановил. И мы просим Тебя, чтобы Ты прикоснулся к Господе, и чтобы Ты совершил полностью, совершенное Его восстановление, Господь. Во имя Твое, пусть Дух Твой прикоснется к Нему прямо сейчас, Господь. Во имя Твое мы просим и благодарим Тебя. Давайте мы все скажем сейчас. Я знаю, что любящим Его, призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Аллилуйя. Господу, отдайте большую славу, благодарность. Слава Господу. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Я постараюсь коротко сегодня. Бог желает, чтобы мы молились и получали то, о чем мы молимся. И мы говорили с вами, что я просто коротко напомню, что когда мы приходим к Богу молитве, большинство из нас нуждается в том, чтобы начать с изменения нашего негативного, неправильного представления о Боге, которое препятствует нам и стоит между нами и им. Мы очень часто рисовали разные картины люди, как о Боге, который такой вот, как жандарм, который сидит и смотрит, и наблюдает, не дай Бог, ты ошибся, шаг вправо, шаг влево, Он будет наказывать и прочее, прочее. Бог благ. Писание говорит, что Он благ, и Он есть любовь. И Его сердце настолько большое, что Он может вместить каждого человека, и может понять каждого человека. И хорошим примером этого является притча о блудном сыне. Вы помните, несмотря на то, что сын поступил очень, будем так говорить, мягко, нагло по отношению к отцу, растратил все имение и возвратился к нему уже, как побитый, отец не выбежал ему навстречу, не начал его упрекать, он бросился ему на шею, обнял его, поцеловал, переодел его, снял с него эти пропитанные свиными запахами и грязные, вонючие одежды, дал ему кольцо, одел ему кольцо на руку, как символ власти, принадлежности к семье. Он принял его. И мы должны понимать, что Бог принимает нас, Он не бронит нас, Он не ведет себя строго, и Он проявляет свою любовь, теплоту и милость. Мы с вами говорили о таком месте Писания, где написано, если у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. В другом переводе написано, что Бог дает щедро, не выискивая недостатков у того, кто просит. И поэтому нам нужно иметь такое правильное, позитивное отношение. Поэтому Иисус сказал, просите, дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и творят. И Бог желает, чтобы мы молились, и чтобы мы получали ответы на молитвы. Но существует определенное условие для того, каким образом мы приходим к Богу молитвы. Мы с вами говорили о таком первом условии, это отказ от своей воли. Так как Иисус был, написано, услышан за свое благоговейное, или написано в другом переводе благоговейное послушание, когда Он со слезами принес молитвы, моления, могучему спасти его от смерти. Написано, и услышан был за свое благоговение. Чем оно состояло? Он говорил, не моя, но твоя воля, да будет. Первое отношение сердца нашего, когда мы приходим к Богу, мы должны, прежде чем просить, мы должны познавать Его волю. не так, как я хочу, но как Ты. И написано Иисус второй раз, Он дважды произнес эти слова. Если не может чаша себя миновать Меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. Не так, как я хочу, но как Ты. В этом и заключается отказ от своей воли. Мы должны понимать, это должно быть наше отношение. Мы должны говорить, да исполнится воля Твоя. Это даже подразумевает, если моя воля не будет соответствовать Твоей воле, тогда я отвергаю мою волю, но Твоя воля пусть будет исполнена. Но самое приятное для нас, это то, что воля Божья благая написана, она добрая. И мы должны доверять Богу, потому что иногда нам кажется, что лучше было бы так, но Он знает лучше. Он знает наше прошлое, наше настоящее, Он знает будущее, Он проницает все, Он проникает все написано. И поэтому мы должны это первое, иметь вот это отношение. Потом второй важный момент в этом, что когда мы молимся о чем-то, мы должны спросить самих себя, я молюсь за это, потому что я хочу этого, или потому что Бог хочет этого. и в этом есть большая разница, это мое отношение сердца. Я молюсь об исцелении не просто потому, что я хочу исцелиться, а потому что Бог хочет, чтобы я был исцелен. Ранами Его мы исцелились, Он за это понес наши болезни, взял на себя наши грехи, понес наши болезни, чтобы мы могли быть исцелены. И поэтому это в корне меняет мое отношение и мой подход, и мой подход веры. В чем бы мы ни просили, мы должны познать Его волю. И когда мы знаем, что Он хочет, мы можем приходить с абсолютной уверенностью. Он этого желает. Дальше мы с вами говорили о том, что второе очень важное условие это прихода это вера. Написано, без веры Богу угодить невозможно. Надо бы, чтобы подходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его. В других периодах написано, ревностно ищущим Его воздает. Без веры Богу угодить невозможно. И вот здесь важный вопрос, мы говорили об этом в прошлый раз, что речь идет не о вере, как о теологических каких-то истинах или о знании теологическом. Мы можем закончить университет, мы можем заканчивать семинарию, мы можем быть специалистами в учении и богословии, но мы можем не знать Его, а речь идет о вере, в смысле знать Его как Личность. Мы должны доверять Богу как Личности. Когда мы имеем правильное неискаженное представление о Нем, это активирует нашу веру, мы верим Божью благость, мы верим Его в верность, мы верим в Его надежность, потому что Бог говорит о Его характере, Библия описывает нам Его характер, Его личность. Он говорит о том, что Он верный Бог, и Он вознаграждает тех, кто ревностно Его ищет. Поэтому это не столько вопрос теологии, сколько наше личное представление о Боге, наше доверие Ему. С другой стороны, почему неверие является грехом? Потому что Библия говорит, неверующий представляет Бога лживым. Мы говорим, Бог, Ты не такой на самом деле, но Бог истинный, верный, праведен, Бог любви, Бог благой, который хочет нам блага. Поэтому всякое приближение к Богу должно происходить в вере, но особенно это относится к молитве. Иисус сказал в Евангелии от Матфея в 21 главе, Он говорит, всего, чего не попросите молитве с верою, получите. И здесь ключевым словом является вера. Все, чего не попросите молитве верою, получите. И поэтому Писание говорит, что вот какое мы имеем дерзновение к Нему или уверенность в Нем, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Поэтому лучше изучать Писание и изучать то, о чем Бог говорит по поводу предмета моего прошения, познать, что Бог желает это, прийти к полной уверенности в этом. Это гарантия того, что наш ответ будет получен. Так сказал Иисус. Чего не попросите с верой? с верой в то, что Бог этого желает и с верой в Его уверенность. И это очень важно. Следующее, мы говорили с вами, что вера, она приходит от слышания, и поэтому это касается наших личных взаимоотношений. «Шма Израэль Адонай Лахей Ну Адонай Хат» «Слушай, Израэль» это был всегда вопрос номер один. Для Бога было важнее, чтобы люди слышали его или другими словами или имели личные взаимоотношения, чем даже то, чтобы они исполняли заповеди. Он говорит, если вы будете слушать мой голос, во-первых, и исполнять мои заповеди, то вы будете благословены во всех сферах вашей жизни. Если вы будете слушать мой голос, потому Писание говорит, когда мы приходим в Дом Божий, вот сейчас, когда вы слушаете, может быть, Бог хочет говорить какому-то сердцу. Могу рассказывать массу примеров, когда люди получали исцеление во время проповеди только потому, что в Писании написано «послал Слово Своё и исцелил их». Поэтому, когда я прихожу в Дом Божий, Писание говорит, мы должны быть более готовы к слышанию, нежели к жертвоприношению. Мы приносим Богу жертву хвалы, благодарности, всякого рода жертвы, но Он говорит, будьте более готовы к слышанию. Почему? Одно слово, услышанное от Бога, может изменить всю мою жизнь, оно может исцелить меня, оно может вытащить меня из могил. так написано в Писании, послал Слово Своё и избавил их от могил их. Какой бы могиле мы ни находились, одно слово от Бога, которое мы можем услышать, потому что отслышание приходит, вера приходит отслышанное. А Иисус сказал верующему всё возможно. Халлелуя. Итак, второе условие это вера, третье условие это во имя Иисуса. Мы должны просить и приходить во имя Иисуса, понимая, что мы молимся Отцу во имя Иисуса. Иисус когда-то сказал так, чего не попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего не попросите во имя Мое, то я то сделаю. Немножко позже, в другом месте Он говорит, в тот день вы не спросите Меня ни о чём. Истинно, истинно говорю вам, о чём не попросите Отца во имя Мое, дастся вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена. В этих стихах фраза во имя Мое встречается четыре раза. Три раза говорится о прошении у Бога во имя Иисуса, а в четвёртый раз сказано, что Бог Отец даст нам во имя Иисуса. И здесь очень важно понять, что во имя Иисуса это не просто молитва, в конце которой я добавляю во имя Иисуса как паспорт, чтобы войти туда к Нему. Когда Бог говорит, чтобы мы просили во имя Иисуса, мы должны понимать, что это имя для нас значит. Что это значит во имя Иисуса. Я верю, что здесь Бог подразумевает три важных момента. Во-первых, мы приходим к Богу на основании того, что Иисус сделал для нас. Это просто, но это настолько важно, что нам следует снова и снова продолжать утверждать этот факт в нашем сознании. Мы приходим к Богу на основании того, что Иисус сделал для нас. Что Он сделал для нас? Он совершил обмен на кресте. Скажите, обмен. это мы должны быть на Его месте. Каждый человек, согрешающий Он, достоин смерти, но Он взял на Себя наши грехи, чтобы мы, приходя к Богу, могли получать прощение и освобождение от грехов. Он взял на Себя проклятие, чтобы мы могли получить благословение. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, чтобы мы могли быть здоровыми. когда мы это понимаем, у нас совершенно другой подход. Он взял на Себя все самое отвратительное, проклятие, стыд, позор, чтобы мы могли войти в Божью славу, чтобы мы могли быть свободны от порочной совести и смотреть Богу в глаза. Он это совершил. Мы должны понимать, просить во имя Иисуса, это во-первых понимать, что Он сделал для нас. Он нам открыл, Он взял на Себя нашу вину, открыл нам путь к Богу, чтобы мы могли приходить и просить у Него. В Писании написано поэтому, что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник, за неправедных. Он умер, чтобы мы имели доступ к Богу Отцу. Можете себе представить, Святой Бог, для нас это как-то уже стало настолько обыденным, когда Бог давал, мы не отмечали недавно праздник Шавод, Бог давал закон Тору на горе Синай, и когда Он пришел туда в огне, дым, вся гора тряслась, там была такая линия, никто не мог переступить через эту линию, потому что Бог Святой, Он говорит, огонь поедающий, ничего, грешного не может войти к Нему, приблизиться к Нему, она сгорает. Первосвященник на Йом-Кипу раз в году предварительно омывшийся, очистившийся, кропив себя кровью, входил туда в Святую Сяту, где Божье присутствие. Все трепетали, весь Израиль затаил дыхание. Вы знаете эту историю прекрасную. К ноге привязывали веревку, вдруг он окажется недостойным и в Божьем присутствии мрет, чтобы его вытащить оттуда. Сегодня Писание говорит, мы имеем дерзновение приступать к престолу благодати через кровь Иисуса Христа прямо к Богу Отцу, и Он нас принимает, не отвергает, не поражает, потому что Иисус за нас умер. Мы должны это понимать. Вот что значит во имя Иисуса. Я прихожу к Богу Отцу во имя Его Сына и того, что Он сделал нас. Во-вторых, когда мы приходим во имя Иисуса, мы приходим на основании того, кем является Иисус. То, что Он сделал, во-первых, во-вторых, кем Он является. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, имея великого священника над Домом Божьим, да приступим с искренним сердцем, с полной верою, мы приходим к Богу во имя Иисуса или приходим к Богу с Иисусом, который является нашим первосвященником, который ходатайствует за нас. Мы приходим к Богу Отцу во имя Иисуса не просто сами, а вместе с Ним, потому что Писание говорит, Он вместе с нами в этот момент соединяется, чтобы ходатайствовать своей кровью перед Отцом Небесным. Кто из вас понимает это, отдайте Богу славу. Поэтому, когда ты приходишь и молишься, пусть это будет откровением. Для меня как-то это однажды стало откровением, когда я прихожу к Богу Отцу во имя Иисуса, я присоединяюсь вместе с Иисусом, чтобы молиться вместе. Так написано в Послании к евреям. Ты не одинокий в своей комнате, Иисус присоединяется с тобой. Делай это верой, и твои молитвы, они станут намного более эффективны, если ты будешь это понимать. Иисус сказал, раньше вы не просили этого, то и другими словами не понимали этого, а теперь чего не попросите, во имя Мое будет вам. Халлилуйя. И существует третья сторона, что значит приходить во имя Иисуса. Когда мы приходим к Богу во имя Иисуса, устанавливаем или устрояем наши отношения с Богом через Иисуса. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и неперочны перед Ним в любви и предопределив усыновить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению своей воли, в похвалу славы благодати своей, которой Он облагодетовствовал нас возлюбленным. В английском переводах написано Он принял нас как возлюбленных. мы не просто люди, в которых проблема, может Бог меня не слышит, может Он меня отвергает, я же такой плохой, я же ошибаюсь. У кого из вас такие мысли появлялись? И дьявол обязательно тебе шепчет, да конечно, посмотри, как Бог к тебе может относиться, как Он может тебе ответить. А я знаю, я прихожу к Богу Отцу во имя Иисуса, понимая, что Иисус для меня сделал. И Он не просто меня оправдал, простил, Он принял меня как своего сына и дочь возлюбленного. Скажи сегодня, я возлюбленный сын, я возлюбленная дочь перед Отцом Небесным. Он любит нас, Он не отвергает нас, Он принимает нас. Отвергните всякую ложь дьявола, давайте будем избирать, верить Богу и Его Слову. Аминь. Для этого Иисус отдал свою жизнь. Ничто мы не можем добавить к тому, что сделал Иисус Даня, никакие наши добрые дела, никакие наши собственные усилия, только Он. И последнее. Последнее условие, о котором я хочу сейчас сказать, их, конечно, много больше, но очень важное. Четвертое условие для прихода к Богу в молитве это с поклонением, с благодарением, с хвалой, поклонением. Почему мы в церкви это делаем, это не просто ритуал или обряд. Почему мы сначала поклоняемся Богу? Вы сегодня это и поймете, потому что через поклонение, благодарность и хвалу это три разные вещи. Я хочу коротко остановлюсь на этом. Но чтобы мы понимали, и что когда мы здесь прославляем Бога, если ты хочешь прикоснуться к Богу, тебе нужно научиться приносить Богу жертву, хвалы, благодарности, и поклонения, не молчать, не сидеть, а высвобождать это. Во-первых, я хочу сказать о том, что эти три вещи, они разные. Они как бы близки и близко связаны друг с другом, но тем не менее они отличаются. И каждый из них является важным для нашего прихода к Богу. Прежде всего мы будем поговорить о поклонении. Есть разное мнение, что такое поклонение. некоторые говорят, вот песня поклонения, это медленная песня. Вообще в оригинале, в Ветхом Завете на еврейском языке слово поклонение, оно никогда не было связано ни с пением, ни с провозглашением, оно было связано с положением тела. И некоторые слова, которые выражали поклонение, были «стать на колени». Другое слово было «стать на колени перед ним, воздев руки». Было такое слово, которое «лечь перед ним», ниц. Это всегда было связано с положением тела. Поклониться дословно на еврейском означает «стать перед Богом на колено». То есть это говорит о позе поклоняющейся. Поэтому поклонение – это не молитва. Послушайте внимательно. Поклонение – это не пение гимнов. Это нечто совершенно другое. если вы помните в шестой главе пророка Исаии описано, как пророк увидел Божий престол сидящего на престоле и серафимов, летающих вокруг престола, это такие огненные творения, которые окружали Божий престол. И каждый из этих херуфимов имел по шесть крыл. И пророк описывает, что одной парой крыльев херувими покрывали свои лица, второй парой крыльев они покрывали свои тела. Это говорит о поклонении. И третьей парой крыльев они летали. это говорит о служении. И это говорит о пропорции, о том, как Бог ожидает, когда к Нему мы приходим. Поклонение должно быть больше в два раза, чем нашего служения. Поклонение всегда идет перед служением, потому что иначе мы не можем приблизиться к Богу. Конечно, мы когда говорим о поклонении, мы не просто говорим о физическом положении тела, мы говорим об отношении в нашем духе или по отношению нашего духа к Богу. Я помню, как один раз Таня пела и говорила перед тем, как петь, она говорит, о, давайте мы сейчас... Нет, нет, вернее, не так. Господь, мы стоим на коленях, а потом поняла, что мы не стоим на коленях, а на самом деле стоим на ногах нашего сердца. Я думаю, ну, молодец, выкрутилась, но на самом деле это так. Поклонение это когда ты стоишь на коленях своего сердца перед Богом. Поклонение это наше отношение к Нему. И мы можем видеть это в молитве, которую Иисус сказал, чтобы мы молились. Молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, досвятится имя Твое». Сначала мы обращаемся к Богу и сразу после этого мы говорим «Досвятится имя Твое». Твое имя свято. Для нас даже привилегия произносить Твое имя. Вы знаете, в еврейской традиции никто не произносил и боялись произносить имя Бога вслух. Даже сейчас уже споры о том, как оно правильно пишется. Переписчики книжника, которые переписывали Писание Тору, перед тем, как должны были писать имя Бога, они освящались, омывались, они молились, прежде чем начинать писать это имя. И если они начинали писать, пусть все, что угодно происходило, землетрясение, пожар, все, что угодно, он не имел права остановиться. Настолько свято почиталось это имя. Сегодня имя Бога хулится на всех перекрестках. В нашей русской, славянской традиции эти матерные слова, которые применяют имя Бога, Его имя свято. Мы должны относиться с достойным отношением, с поклонением, даже произнесением этого имени. Это привилегия, почтение и благоговение, это поклонение, это сердце, которое низко склоняется к Божьим присутствию. Иисус сказал, что истинные поклонники, они должны поклоняться Богу в Духе истины. И это отношение нашего Духа. Теперь посмотрим слово хвала. Можно сказать, что хвалить Бога это то, что произносится через наши уста. В этом оно отличается от поклонения. Поклонение выражается через наше внутреннее отношение сердца, положение нашего тела. Хвала выражается через наши уста. Мы славим мы славим и превозносим Бога за то, кем Он является и что Он совершил. Велик Господь и всех хвален. 47-й псалом написано. В других переводах написано велик Господь и велико быть Ему прославленным. Поэтому хвала Господу должна Ему соответствовать. Он велик. Он велик в мудрости, Он велик в силе, Он велик в своем творении, Он велик в своих делах, Он велик в своем искупительном труде, велик в своем обращении с нами. Все то, кем является Бог и что Он делает, является великим. И хвала, которую Он от нас желает принимать, она должна быть великая. Позвольте вам сказать, что сколько бы вы не славили Бога, это никогда не станет достаточным, не станет пустой тратой времени. Большинство из нас делает этого слишком мало. Аминь. Очень важный момент. Псалом 99, 4 стих. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его. Здесь псалмист говорит о благодарении, о словословии и о хвале. Он говорит о том порядке, в котором происходит приближение к Богу. Мы должны входить в Его дворы, мы входим сначала в Его дворы с благодарением, хвалою. Мы восхваляем Его, мы почитаем, мы поем Ему песни. И нет другого пути в присутствии Божьего, кроме как с благодарением и хвалой. И мы должны наши молитвы начинать не с прошений, но с поклонения, с благодарности и хвалы. если мы хотим приближаться к Нему. В книге пророка Исаии есть еще одно место, прекрасное место, слова, которые тоже пророчески описывают, описывает город Божий, место Божьего обитания, дома Божьего народа, дома, место спасения. Это Исаия, 60 глава, 18 стих. И здесь написано так, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Будешь называть стены твои спасением и ворота твои славой. Обратите внимание, здесь описывается, город окружен стенами, которые являются спасением. Это Божье обеспечение и защита для его народа. Спасение это великое понятие, в это входит много-много слов, которое охватывает все Божье обеспечение для Божьего народа через смерть Иисуса на Христе. Спасение включает в себя всякое благословение, которое было куплено для нас через пролитие крови Иисуса на Христе. И в этом городе стены, которые являются спасением, но есть и ворота. В Новом Завете в книге Откровений написано, что в город можно попасть только через его ворота, никаким другим образом. И этими воротами являются хвала. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет больше хвалы, поклонения, благодарности и воскресания перед Богом, если мы хотим входить в Божье присутствие через хвалу. ворота спасения, в город спасения, если мы хотим попасть в Божье присутствие, если мы хотим войти в радость Божьего обеспечения, защиты и благословения для Его народа, то есть только один способ попасть сюда. Мы должны проходить через эти ворота. И поскольку эти ворота являются славой, или в английском написано там просто прославление, в ощупь. То есть только один способ попасть в Божье присутствие это через эти ворота прославления. Мы можем стоять вдалеке и взывать к Богу и Бог может нас услышать. Послушайте, было десять прокаженных, которые стояли вдалеке и кричали Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. Иисус услышал их. Иисус прикоснулся к ним. И они получили исцеление. Но только один из этих десяти пришел, поклонился перед ним, поблагодарил его и остался в его присутствии. Халлелуя! Есть большая разница быть в Божьем присутствии или кричать издалека. И он говорит, если вы хотите войти в мое присутствие, приходите. Через благодарение, хвалу, поклонение мы должны благодарить Бога. если хвала приносится Богу за то, кто Он есть, я хвалю Бога, Ты свят, Ты праведен. Писание говорит, чтобы мы также приходили с благодарением. Благодарение мы должны благодарить Бога за то, что Он для нас сделал. Вы понимаете, мы настолько стали формальными, какими-то религиозными, не понимая этих простых принципов. Нам нужно научиться это делать. Приходить к Богу, славить Его, Ты велик, Ты свят, Ты праведен. За Сына Твоего благодарю, за кровь Твою пролитую благодарю. Благодарю Тебя за то, что я сегодня одет, за то, что я обуд, за то, что у меня хлеб на столе и даже колбаса и даже многие другие вещи. Благодарю Тебя, что я здоров, что мои руки здоровы, что Ты обеспечиваешь меня. Благодарю Тебя за Твои обетования. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве прошение с благодарением, прежде чем просить нужно сделать две вещи, Он сказал. Не заботясь ни о чем, голову свою приведите в порядок. И Он сказал, если ваши заботы могут изменить хоть что-нибудь, ни на капельку, от того, что мы обеспокоимся, ничего не изменяется, лучше доверять Господу, лучше сказать, слушай, моя голова, ты не понимаешь сейчас, я не понимаю, что происходит, прохожу долины и смертной тени, а я не хочу об этом думать. Я знаю, любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому я прихожу тебя, благодарю тебя, славлю тебя, и я знаю, что ты ответишь на мои молитвы. Давайте мы встанем, давайте мы поднимем наши руки Господу и поблагодарим тебя за его, поблагодарим его за его благость и за его любовь. Отец, благодарим тебя, поднимаем наши руки к тебе в этот день еще раз, еще раз, еще раз. Спасибо за твое сердце, любящее сердце отца. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты верный Бог, Господь, что ты не обманываешь, ты не человек, чтобы врать, ты не человек, чтобы говорить и не исполнять. Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Господь, за все обетования, которые я всем моим сердцем принимаю, Господь. Спасибо тебе за твое святое слово, спасибо тебе за сына твоего Иисуса Христа и за пролитую твою кровь. Благодарю тебя, Господь, за то, что Ты не отвергаешь меня, за то, что Ты принимаешь меня ради Иисуса. Благодарю Тебя, что Ты оставишь неотвеченной моей молитвы ради Иисуса, ради пролитой крови, не по нашим делам, но по милости Твоей. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы избираем верить Тебе. Мы сегодня отрекаемся от всякого неверия, от всякого упадничества. И то, что наши руки опустились, мы сегодня поднимаем их. Укрепи, Господь, наши руки. Укрепи наши ноги по Твоим путям ходящим. Мы верим Тебе. Мы верим Тебе, Господь. Мы верим Твою Слову. И все, что Ты начал, Господь, в нас, Ты завершишь до конца во славу Твоего имени. Хвала Тебе, хвала Тебе, хвала Тебе. Благодарность, благодарность Тебе. Честь Тебе, поклонение, Господь, Бог наш. Большая, большая слава Тебя. Ты достоин великой славы. Ты достоин великой славы. Ты достоин великой благодарности. Халлилуйя. Халлилуйя. Спасибо. 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 Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Халлилуйя. Давайте будем оставаться так, как мы стоим сейчас. Если в этом зале есть люди, которые услышали сегодня слово, Бог касался вашего сердца, и вы хотите примириться перед Богом, Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. И в книге Матвея 10 глава написано, «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того Я исповедую перед Отцом Моим Небесным». Вы знаете, люди говорят, почему Иисус, дверь, где написано, почему мы должны выходить публично, принимать Иисуса Христа, исповедовать Его перед людьми. И люди говорят, у меня Бог в сердце и все остальное. Вы знаете, верующие подходят, говорят такие слова. Писание конкретно в Евангелии от Луки написано, «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня перед человеками, перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед Ангелами Божьими». Послание к римлянам говорит, если ты устами своими будешь исповедовать Бога и сердцем веровать, то спасешься. Веровать и устами исповедовать, спасешься. Это слова Писания, это не наши слова, не мы говорим вам, а это Писание, Святое Евангелие, Библия призывает вас сегодня голосом Божьим выйти сюда и принять Иисуса Христа своим Богом и Спасителем. Мы будем молиться с вами вместе, пожалуйста, вы можете выйти сюда вперед, сделать этот шаг, это не стыдно. Писание говорит, что кто исповедует Меня перед людьми, перед человеками. Не знаете, когда мы на небеса попадем, там будем исповедовать Иисуса Христа Спасителем или еще что-то, там уже поздно будет исповедовать. И жизнь человека в руках Божьих. Сегодня ты думаешь, что ты здоров, крепок, сил, и у тебя все хорошо, тебе 20 лет или, может быть, тебе еще 50 или 70, ты думаешь, у тебя вся жизнь впереди. Вы знаете, никто не знает своего последнего дня и часа. Никто, мы все ходим под Богом, но не все Ему принадлежат. Поэтому сегодня у тебя есть шанс и выбор, выйдите сюда вперед, если вы первый раз здесь, если вы никогда это не делали публично, не исповедовали Иисуса Христа своим Богом и Спасителем, вы можете выйти сюда вперед. Бог зовет вас, Он любит вас, Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Если есть такие люди, если их нет, есть, слава Богу. Вы знаете, Бог хороший, и стыдиться не надо Бога на самом деле. Вы знаете, мы все сильные, крепкие, когда у нас здоровье или когда у нас хорошие обстоятельства, но когда нас прижимают, мы где-то там у себя дома, в своей комнате, о, Господи, помоги мне. Я помню, когда я был еще неверующим, я приехал сюда в Америку, и случилось так, что были такие обстоятельства серьезные, и мне некому было обратиться, у меня не было друзей, это было три недели где-то, наверное, всего лишь, пока я был здесь в Америке. И не знаю, случилось со здоровьем такое что-то, я не знаю, куда идти, что делать, у меня в голове такое, я говорю, как вот мог, обращался и молился хорошо, знал вот этот псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. И много-много-много раз вот так читал, 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 читал его, наутро проснулся, просто исцеление пришло. На самом деле, но я не знал, что нужно призвать имя Господне. Псаление говорит, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, того Он исповедует перед ангелами небесными. Это очень сильно, когда у нас есть заступник. Иисус, Он заступник наш. Он самый сильный, Он победил смерть на кресте. Когда Он был распят, Он пролил свою кровь, кровь текла Его с креста, Он был мучен, Его избивали, Он был изуродован. Может быть, вы когда-то смотрели этот фильм об Иисусе, может быть, вы читали Библию. На самом деле, не передать то, что прошел Иисус Христос за каждого из нас, за каждого грешника. Но Он сказал так, не моя воля, но твоя, да будет Отец. И Он пошел, несмотря на то, что какие мы были на этот крест, умер смертью грешника, хотя Он был святой, хотя Он был чистый, и не было в Нем греха. В Нем не было греха. И Он воскрес, Бог воскресил Его Духом Святым. Из ада, из мертвых воскресил, Он теперь живой. Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Мы так верим. И Писание говорит, если ты будешь веровать, спасешься. Спасешься от чего? От грехов своих или еще от чего-то? Нет, от гнева Божьего. Потому что один день будет, однажды, когда человек предстанет перед Господом. Когда предстанет перед Господом. Аллилуйя. Еще есть люди. Слава Богу. Если вы сегодня смотрите нас по интернету, вы можете также сидеть рядом с этим экраном телевизора, компьютера. Вы можете молиться этой простой молитвой. Эта молитва простая, мы поможем вам. Готовы? Хорошо, можете молиться от всего сердца, закрыть глаза, громко вслух, а мы вам поможем. Повторяйте вместе с нами. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за сегодняшний день, за этот шанс, который ты даешь мне сейчас. Иисус Христос, я прошу Тебя, прости все мои грехи. Я верю, что Иисус Христос умер за меня на кресте, был погребен и воскрес на третий день для моего оправдания. Я приглашаю Тебя, Иисус, в мое сердце. Живи во мне. Я принимаю Тебя. Аминь. Это простая молитва, она важнее, чем молитва о чем-либо другом. Потому что после этой молитвы у вас есть основание приходить к Небесному Отцу во имя Иисуса Христа и просить что угодно по воле Его. И Он даст вам. А мы сейчас благословим вас вместе со всей церковью. Вот эти люди, они все однажды стояли здесь. Я стоял здесь. Не на этом месте, так же. Но мы благословляем сейчас вас. Пусть все благословения неба придут в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Пусть будут благословены ваши пути на этой земле во имя Иисуса Христа. Пусть познание Божьей воли будет в вашей жизни на первом месте во имя Иисуса. Пусть все ваши родные и близкие будут знать Его, Господа Живого. И ходить путями Его. Пусть никто не погибнет, не умрет, но будет иметь жизнь вечную во имя Иисуса Христа. Пусть Дух Святой просто опустится, сойдет на вас прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть всякое проклятие будет отменено прямо сейчас. Мы отменяем всякое проклятие, данную нам властью имени Иисуса Христа над вашими жизнями. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Господь, благослови этих людей, драгоценных перед лицом Твоим. Аминь. Пожалуйста, мы поздравляем вас. Будьте благословены. Вы можете пройти сюда с этими людьми. Они скажут вам, какие служения у нас дальше, что вам делать. Пожалуйста, пройдите сюда. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо, служение наше не закончено еще. Аллилуйя. Несколько объявлений. Присядьте, пожалуйста. Наше служение не закончилось еще. У нас еще очень два важных мероприятия сегодня. Мы помолимся за одну молодую пару, которые согласились жизнь продолжать вместе. У нас есть одна молодая пара, которая хотела, чтобы церковь благословила их. Мы с радостью благословим. У нас будет также сейчас еще помолимся за студентов, которые окончили библейскую школу. У нас будет шесть часов евангелизации на Бордваке. Доминик и Людмила приглашают. Пожалуйста. Нашей сестре с Украины срочно нужно снять студию или комнату. Телефон у меня есть. Завтра мы выезжаем в парк. Игл парк. Это граница Лангайленда и Кюинса. 13 или 18 экзит. Пожалуйста. Планируйте с утра. Продолжается запись на летний лагерь, который будет у нас 15 июля. Семьями мы уезжаем в Пенсильванию. И будем там целую неделю отдыхать, молиться, славить Господа, купаться. И просто проводить такое совместное время, как мы когда-то проводили в нашей Шушане. И в 5 часов в офисе сегодня будет первое занятие по водному крещению. Те, кто принял Иисуса Христа, но еще не оформил документально, я вас приглашаю сегодня в 5 часов на беседу, на занятия по водному крещению. То, что сегодня сделали люди, они вышли наперед, исповедовали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Они заявили во всеуслышании в Духовный мир, что они меняют финальный пункт своего назначения. Знаете, одно дело сказать, что я принял решение поменять финальное назначение, а другое дело переоформить документы, поменять билет. Поэтому Писание говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я вас приглашаю на занятия, мы набираем группу и двигаемся, потому что это очень важно. Очень важно, чтобы человек принял, точно так же, как он принял решение спасения, так ему нужно принять решение водного крещения. Потому что это не мы вас крестим. Некоторых из вас уже в детстве крестили. А это будете вы креститься, принимая решение, потому что мы обещать ничего не будем. Это вы будете обещать. И при этом что-то обещать, а тем более Богу, нужно знать, что вы обещаете, зачем вы обещаете, что это вам дает и какую ответственность и какое благословение это несет в вашу жизнь. Поэтому наша ответственность, как Иисус сказал, идите и научите. Наша ответственность научить ваше принять решение и принять крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Единственное исключение для тех, кто уже не может. Разбойник некрещенный на небесах. Но это единственный случай, о котором говорит Писание, что он будет на небесах некрещен. Все остальные, кто хотел быть с Богом на небесах, они что делали? Уверовавшие крестились. Поэтому я вас приглашаю в 5 часов в офисе на Авеню Вай. Если вы приняли Иисуса Христа через интернет, через молитву и не знаете ничего в этом крещении, найдите церковь, которая верит по Писанию, которая любит Бога, и они вам расскажут, что нужно делать. Или, если у вас нет информации про церковь, пожалуйста, дайте нам знать. Мы вам поможем ее найти в любом уголке нашей планеты Земля. Аминь. Пусть Бог благословит. И студенты готовы? Я приглашаю всех наших выпускников. Пожалуйста, наперед пройдите. И мы вас все будем рады. Все готовы? Так, пожалуйста, Наталья, вы можете пройти туда, на самый верх. Вы, наверное, дайте, чтобы кто-то вас сфотографировал. Во, какие наши благословенные студенты. Вы там возьмите микрофон, чтобы вы читали имена. У нас сегодня необыкновенно радостный день. Это замечательная группа, эти замечательные сестры и возлюбленный брат наш закончили большой этап. Они завершили, взяли вершину, взяли ту вершину, которую Бог перед ними поставил. За два года вы не можете себе представить, какие чудеса Господь совершил с этой группой. И я прежде всего благодарю Бога за их верность. Два года назад они дали обещание Богу и остались верны. А как мы знаем, Бог больше всего ценит в служителе что? Верность. Не красноречие в проповеди, не одаренность, но верность. И у нас даже был тест по одной из тем, где был вопрос, по каким качествам Бог избирает служителей. Не по красноречию, не по одаренности, а по верности, верности Божьим обетованиям. И вот эти драгоценные люди сделали посвящение два года назад и остались верны. И я благодарю Бога за это. Они начали заниматься еще до урагана Сэнди, за полтора месяца. А потом случился ураган. У нас был затоплен офис, у нас была затоплена церковь, занятия прекратились. Но эти дорогие люди, они остались верны, у них не опустились руки. И они постоянно спрашивали, ну когда, когда же мы снова возобновим занятия, ну когда же. И вы знаете, это единственная группа, которая занималась без вакейшн, без непраздничных никаких отпусков. Мы им предлагали, ну давайте отпуск сделаем, ну вакейшн хоть на недельку. Нет, мы хотим учиться. Мы хотим учиться. Среди нас нет одной замечательной сестры Людочки Фокиной. Людочка, мы тебе передаем привет. Мы знаем, что ты нас смотришь. И это замечательная семья Фокиных. Со всеми нашими материалами. Во-первых, Людочка закончила экстерном, закончила с отличием. И со всеми нашими материалами они уехали в штат Тексас служить. И служат там всей семьей. Слава Господу. Еще я хочу сказать вам, слава Богу, я хочу сказать вам, что ни один выпускник нашего колледжа библейского, нашей школы не отпал. Наши выпускники служат во многих штатах. Многие вернулись назад, кто в Россию, Украину, во все бывшие республики. Но никто из них не отпал, они все служат. И я благодарю Бога за эту школу, потому что это истинная школа, где выковывается христианский характер. Одна наша сестра мне сказала, ой, я думала, здесь просто изучение Библии, что здесь строчечка за строчечкой учат Библию. Да, мы учим Библию, но на основании Библии мы учимся, как быть верными. На основании Библии Бог работает в нас, выковывает в нас характер, христианский характер, характер последователя Божия. И я благодарю еще раз моих дорогих сестер и брата за их верность, за их послушание. И нет большего чуда, я вам хочу сказать, нет большего чуда, нежели видеть измененные сердца, измененные характеры. Это истинное Божье чудо. И эти наши дорогие сестры и брат именно являют собой это чудо. Благодарю Бога, благодарю всех вас. И я хочу поблагодарить еще всех, кто принимал участие в нашей школе, потому что эта школа, она необыкновенна. Здесь обучаются не только эти драгоценные студенты, здесь обучаются те, все те, кто причастен, кто нам помогает. И я хочу сейчас просто пригласить сюда двух наших замечательных верных сестер, Женю и Татьяну. Это бойцы нашего невидимого фронта, без которых бы не было колледжа, без которых не было бы материалов. Благодарю Бога за вас. Спасибо вам большое. И я благодарю всех преподавателей, которые вели у нас темы. Ни одна тема у нас не остается без объяснения, без обсуждения. Каждую тему ведет преподаватель отдельный. И для многих это тоже школа служения. Новая школа служения. Для меня каждый год школа служения. Я вечный студент. Я учусь вечно в Господе. Слава Богу. Я благодарю Леночку Марисову, которая просто своим свидетельством о чуде исцеления излила свое сердце в сердца студентов. Это чудо исцеления. Я благодарю Людочку Калашникову. Люду и Доминика Лаплака. Я благодарю Виталия Глека. Виталия Легенького. Я благодарю Исаию за огромную помощь. Я благодарю наших пасторов. Пастора Юру и пастора Славу. Благодарю всех. Благодарю. Слава Господу. И особо благодарим Наташу, конечно. Это помазание. И я пользуюсь случаем еще сказать, что мы объявляем прием на первый курс. Наша школа вечно. Наша школа каждый год новая. И каждая группа уникальна. Каждый студент уникален в Божьих глазах. Каждый студент это пример Божьего чуда. Вот они. Вот они. И половина нашей церкви, закончившая этот калыч, вы знаете, что наша школа это Божье чудо. И я приглашаю каждого. Потому что помните, что мы спасены драгоценной кровью Иисуса Христа. Мы куплены дорогой ценой. Не для того, чтобы здесь сидеть на скамейках и чувствовать себя хорошо. Не для того, чтобы говорить, ах, какая проповедь. Ах, какой пастор. Мы призваны, чтобы трудиться на Ниве Божьей. Мы призваны, чтобы служить Богу. Мы призваны. Мы призваны быть детьми и последователями Иисуса Христа. Да, поэтому я приглашаю каждого. Я призываю просто каждого. Не сидите пассивно на скамейках. Не будьте пассивными слушателями. Но будьте делателями на Ниве Божьей. Я каждого приглашаю и призываю в нашу школу. Если вы боитесь, не бойтесь. На 365 дней Бог дал свое слово. Не бойтесь. 365 раз это упоминается в Библии. Не бойтесь. Боитесь, мы поможем. У вас вопросы, мы на них ответим. У вас проблемы, мы будем молиться вместе с вами. Теперь я еще раз поздравляю над однажды дорогих выпускников. И мы сейчас вручаем эти драгоценные дипломы. Но это бумажки. Это они драгоценные. Но самое драгоценное, что Господь с ними сделал, это измененные сердца и характеры. Слава Господу! Теперь пастор нам что-то скажет. Спасибо, спасибо огромное Наталье. Знаете, она на самом деле удивляет своим посвящением, своей хваткой. Знаете, долгое время она как-то находилась в тени, а тут как будто нашла свое место. И я хочу сказать сегодня, что люди, которые закончили библейскую школу, они не только верные, они еще и талантливые. И в каждого из них есть талант. В каждого из них есть просто уникальные способности. Многие они знают, некоторые их не знают. Знаете, я скажу, что жизнь – это вообще-то процесс перемены. Вы понимаете, да? Мы что-то начинаем для чего? Чтобы закончить. Мы заканчиваем, чтобы что-то новое начать. Правильно? Мы куда-то заходим, чтобы снова выйти. Мы откуда выходим, чтобы куда-то зайти. Мы рождаемся, чтобы умереть. Умираем, чтобы вечно жить. И того, и другого люди боятся, да? На самом деле, сегодня вы получаете дипломы. Сегодня мы признаем, что вы успешно закончили. Но я хочу прочитать вам местописание, которое апостол Павел говорил Тимофею. Для младшей группы вы старшие. Знаете, так по-советски вы дембеля. По сравнению со студентами, но по сравнению с теми, кто в служении, вы молодежь. Поэтому я вам читаю это местописание. Никто-то не пренебрегает юностью Твоею. Перед вами самая главная часть вашей учебы – это практика. То, что вы получили на занятиях, вы получили это для себя, для вашей семьи, для вашей родни, для вашего города, для вашего региона, для вашей страны и для всего мира. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Не неради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Знаете, мне было очень приятно проводить с вами время на занятиях. Самое большее мне понравилось – это практические вещи. Вы их никогда не забудете, хотя и бы захотели бы забыть, не забудете. Потому что, знаете, зачем вообще что-то изучать, если этого потом не практиковать. Мы живем в жестоком мире. Дьявол своих жертвы держит в серьезных наручниках, в серьезных замках, в серьезных тюрьмах. И вы – Божий спецназ, которые прошли подготовку, которые учились молиться, которые знаете волю Божью, и которые знаете, что пленный сам себя не освободит. Кто-то должен прийти и открыть темницу с ключом, с замком, с пилой, с топором, с чем бы там ни было, ломайте сатанинские тюрьмы. Отпускайте измученных на свободу. Я вам еще одну вещь скажу. Кроме вас, это делать больше никто не будет. Кроме вас, это делать никто больше не будет. Знаете, мы спасены не для того, чтобы просто комфортно дожить до вечности. Мы спасены, чтобы разрушить дела дьявола. Толкни соседа в бок и скажи – разрушай дела дьявола. Вы знаете, я вам честно скажу, я не раз думаю, хоть бы раз дьявол куда-нибудь в отпуск уехал на неделю. Хоть бы раз куда-нибудь свалил, оставил в покое. Нет, в отпуск не ездит. Не спит. Ходит, как рыкающий лев. Слава Богу, только за Божий спецназ, который может освобождать пленников, давать руку помощи, приходить и говорить – Иисус любит тебя. Пойдем за Господом, с Богом лучше. Аллилуйя. Аминь. Церковь. Послушайте. Церковь – это не место, где мы готовимся к похоронам, чтобы встретить Бога однажды. Церковь – это место, где мы встретились с Богом и помогаем всем встретиться при жизни и прожить достойную жизнь и счастливую вечность. Аминь. 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 И послушными Духу Святому и видеть те возможности, которые Бог вам дает, и не ускользать от них, и не перекладывать на других, что кто-то другой это сделает, а я это должен делать. Вы видели, вы будете видеть большие Божьи чудеса в вашей жизни. Аминь. Я вам хочу сказать, все лучшее впереди. Аллилуйя. Пастор Юрий. И потом давайте тогда дипломы. Пожалуйста. А, еще студенты хотели сказать, а я тоже хотел, чтобы они сказали. Пожалуйста, по две минуты вам, кто самый смелый. Виталий, молодец. Можно пожать смелую руку. Я хочу сказать, что очень интересное было занятие. Очень интересная школа. Я не ожидал, когда я пошел туда, каждое новое занятие что-то дает такое, что передать трудно. И вначале даже неохота было ходить, не хотелось ходить. Каждое следующее занятие искал причины, как бы не пойти. А когда сходишь, идешь домой, возвращаешься, правда, поздно домой, и думаешь, ну вот не зря пошел. Как хорошо, что я пошел. Так что, я тут, тут уже был призыв, и еще раз я напоминаю, желающий, кто пойдет, не пожалеет. Ну и хочу поблагодарить Господа Бога, ему одному слава, спасибо ему за эту школу, и хочу воздать ему слава. Слава Господу Богу. Я просто хочу сказать, что когда-то, вот так два года назад, тоже я смотрела такое graduation, и это был Исаев, был один из студентов, выпускников, и другие люди. Я все это смотрела, и думала о том, как это прекрасно, как здорово, как бы я хотела бы тоже это сделать, но как-то это так мимо меня и прошло. Но пастор Слава был настойчив, в каждое служение после этого он нас долбил. Идите в школу, в Bible School, сегодня в 3 часа, и в один прекрасный день вот так вот как-то он говорил об этом, и Бог коснулся меня, я просто поняла, что Бог меня зовет, ну просто уже столько раз, что уже просто это уже наглость не ответить на этот призыв. Просто это уже, ну уже конкретно, я уже знала, что Бог говорит мне уже в уши, уже кричит, дует шофаром, что иди. И я не могла понять, как это технически будет, потому что я живу в Нью-Джерси, даже при хорошей погоде мой перелет сюда, ну поездка занимает 60 минут. Если гололед или дождь, и было и 2 часа, и 3, было один раз и 4. Вот, так что я думала, как я смогу все это сделать, и у меня, естественно, как, наверное, у большинства женщин здесь, фулл хаус, у меня трое детей, у меня муж, две кошки, собака и дом, который надо убирать. Вот, и я full time job, и я думала, как я все это смогу сделать. Но я решила отдать все Господу, потому что только Он один может дать силы, и все это, чтобы... И вот это все свершилось, и вот я здесь. Я хочу просто добавить, что у вас у каждого наверняка кто-то из вас сейчас сидит, так и думает. Вот я тоже хочу пойти, но оставьте эти все но, окей? Эти все но — это от дьявола, окей? Вот просто бросайтесь как воду, идите, начинайте, а Бог вас поддержит, поможет, и два года пролетят незаметно, и вы будете рады и счастливы, что вы ответили на этот Божий призыв и пришли. Пусть благословит вас Господь. Я хочу продолжить там, где Наташа закончила. Пускай Господь проговорит к вашим сердцам, пускай ваши сердца будут открыты к тому, что вы слышите и видите сегодня. За эти два года произошло очень много положительных изменений в наших семьях. Члены семей освободились от рабства, пришли к Господу. У меня лично сын женился, невестка в Боге. Дочка заканчивает школу сейчас, идет в Калыч. Мы очень молились за финансовую поддержку, чтобы Бог ответил чем-то. Он отметил по максимуму, нам не надо платить ни копейки. Спасибо Господу за это. Огромное спасибо нашим пасторам, пасторам Исаии, Славе, Юре. Спасибо их всеми. И от имени всей группы я прошу, чтобы Господь благословил и воздал вам десятерицей то, что вы сделали для нас и для наших сердец, для нашего обогащения. Апостол Джеймс, Джеймс это Яков по-русски, Яков начинает свою книгу словами. Все знают, что Яков это брат Иисуса, но он начинает свою книгу говоря, я Яков, он не говорит, я брат Иисуса, он говорит, я servant of God, слуга Господа Иисуса Христа. И то, что сказал сегодня пастор Слава, не может быть ярче отображено этими словами. И это говорит прямо к нашим сердцам. Да, мы получили знания, но эти знания, нам Господь благословил нас этими знаниями и людьми, которые вливали эти знания в наши души, в наши сердца, для того, чтобы мы были слугами Его. И мы это все понимаем, все перед вами стоящие, включая Милу. Мы все это понимаем и уже все служим. Группа прославления. Евангелизация. Домашняя группа. Староста нашей группы, организатор. Евангелизация. Молитва. Спасибо Господу. Спасибо Господу. А Мила, Мила, Мила уже там в Техасе она служит. Мы все ее провожали отсюда. Вот что делает Господь. Он действительно верен своему слову. И все, что пастор Юра просит, чтобы мы заучивались здесь наизусть, это не зря. Это самые перлы. Господь не человек, чтобы ему врать. Разве он обещал когда-то и не сделал. Он всегда держится своего слова. Все, что он обещает, он делает. Закончить я хочу. Вы знаете мою историю, когда мне было семь лет, Господь благословил меня несколькими минутами присутствия в его присутствии. И хочу вам сказать, что дорога отсюда к нему не очень длинная. Дорога короткая. Это не минута, но это и не час езды. Поэтому готовьте свои сердца, готовьте свои сердца, готовьте свои души, обогащайте свои души. И то, что мы имеем на земле, это нам нужно на земле. Или дипломы, или дома, или все остальное, это нам нужно на земле. Но Бог не видит нас через эту призму. Бог видит наши души. Я благодарна Богу, что Бог научил нас видеть, нас всех, меня в частности, научил меня видеть людей не за их недостижения в этой жизни, но видеть их души. Еще раз огромное спасибо Доминику и Людмиле, они служили семьей. Спасибо огромное Татьяне, Наташе за длинные ночи общения пастор Юри, пастор Славы, пастор Исаии, Леночке, Людмила, Саша, Володя, все, кто, Виталик, все, кто коснулся наших сердец, мы безгранично благодарны и просим Господа, чтобы я благодарю Господа за то, что в нашей школе нет возраста. В любом возрасте принимают. мне уже за 60, а у меня Бог устроил так, что мое время пошло в другую сторону. я I feel to ringer salt. Thank you, God. Спасибо, Господу. Я очень благодарна Богу, что я в этой школе. Я научилась слушать Бога. Я думала, что это подсознание, что я такая умная, начиталась. Нет, это не то. Я научилась слушать Бога. и я благодарю Господа за то, что я 43 года писала записки, чтобы мои дети покаялись. И мои дети покаялись только теперь, когда я пришла в калыч. Слава Господу. Я рекомендую. Не тратьте время, у кого оно есть и есть возможность. Рекомендую. И если позволят, через год я пойду опять в калыч. А я благодарна Господу, потому что я, когда уверовала, я сказала, Господь, неужели у тебя есть книжка, которую ты написал? А у меня не было Библии, мне никто не мог дать эту Библию. Я говорю, Господь, подожди, не приходи, я не читала твою книжку. Спасибо тебе, Иисус, что ты меня даже в колледж отправил. Благодарю тебя, Господь. Спасибо большое за все ваши добрые слова. И я еще хочу сказать, что мы очень благодарны Наташе и Андрею Рымаре, которые помогали организовывать и организовывали то, что нами было пропущено, то, что мы не сумели. Тратили свое время, жертвовали собой. Благодарим вас. Благодарим. Ну, и я еще хочу сказать... Ты хочешь сказать? Алло. я хочу сказать, что с помощью Господа, Духа Святого, который работал в этой школе особенно серьезнее и сильнее, просто он снял всякие зависимости, которыми мы обладали в миру. исцелил, освободил меня, спас меня, очистил просто разум, мысли, освободил просто-напросто. Это счастье быть свободным, счастье быть свободным, спокойным в завтрашнем дне, уверенным, не бояться ничего. Но мы еще над этим работаем, как бы я работаю с Духом Святым, но это процесс. Слава Богу. Спасибо ему. Спасибо. Дорогая церковь, как вы знаете, что у нас одновременно учатся две группы, две, и вторая группа, она сейчас закончила второй триместр. Как вы знаете, у нас их пять. Второй триместр. И я хочу, чтобы они сейчас, чтобы Ларисочка, как представитель группы Ивидана, вышли и сказали свое слово, чему они научились, через что они прошли за этот год. Всего один год, два триместра. Прошу вас. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Я просто хочу сказать, что я тоже, как и Мира, мне 63 года, я уже прабабушка, но это не мешает учиться. И я в гости, это уже 15 лет, и веду людей, но я хочу сказать, что эта программа настолько меня удивила. Я заканчивала миссионерский институт в свое время, 15 лет назад, и школу библейскую заканчивала. Но когда я сюда вот приехала и пришла в вашу церковь, я решила опять пойти учиться, потому что, вы понимаете, как говорят, это уже избитая фраза стала и учиться никогда не поздно. На самом деле это действительно истина, потому что вот как бы я тоже занимаюсь с молодежью, и многое то, что вот сейчас я получаю и получила вот за этот год, оно настолько важно, настолько дает много, это какая-то уникальная программа. Мне есть, поверьте, с чем сравнить, и я хочу сказать, что даже просто вот не бойтесь в возрасте идти, потому что, вы знаете, не секрет, что многие верующие, они годами ходят в церковь, но нету победы в их жизни. И вот эта программа, она настолько ставит, понимаете, вот все на свои места, просто открывается все. Я для себя очень много откровений получила, и действительно я всем советую идти. Аллилуйя, дорогая церковь, я присоединяюсь тоже ко всему сказанному, действительно, если вы еще думаете идти или не идти, сомневаетесь, неуверены, просто знаете, что вы очень Господа порадуете тем, что вы придете в этот библейский колледж, если кто-то хочет, то это действительно желание от Бога, которое Он вложил ваше сердце, и не нужно Его игнорировать. У меня такая была история, что я пришла Господу в 9 лет, и я была еще маленькая, еще не понимала многого, и уже до 25 лет я просто ходила в церковь, я читала Библию, но я понимала, что не хватает чего-то, и тогда Господь вложил в мое сердце пойти в библейский колледж, и меня, конечно, я жалела, почему я не сделала этого раньше, потому что столько мудрости в этом, столько откровений Господь просто готовит для вас в этой школе, из моего личного опыта яркое свидетельство такое, что для меня открылось, как молиться за исцеление, как просить Бога об этом, как вообще к этому правильно относиться, то есть для меня очень много Господь открыл, я поняла, что все предыдущие годы я молилась неправильно, то есть вот такие вещи, может быть, кому-то кажется простыми, но ключевыми, поэтому просто я всех вдохновляю, воодушевляю, идите, не бойтесь, и просто Господь вам поможет во всем, спасибо. Надеюсь, что вы сегодня увидели немножко Божий дизайн или Божью задумку в отношении церкви. Божья церковь это не батюшка с прихожанами, Божья церковь, я ничего против батюшки не хочу сказать, знаете, есть хорошие батюшки, хорошие прихожане, но Божья задумка, чтобы все мы были его представителями на этой земле. Понимаете? Когда я молюсь за исцеление, слава Богу, хорошо, но когда каждый из нас будет молиться за исцеление, знаете, что это будет? Намного больше исцелений будет, намного больше благодарности Богу будет. Аминь? Поэтому Бог призывает каждого. И как вы слышали, независимо от возраста, двери открыты, и мы рады служить. Наша задача вас оснастить. Мы здесь не сверкаем перед вами нашими талантами, способностями, сверкать особенно нечем, но есть тот, который висел между небом и землей, он дал надежду каждому человеку на этой планете, и через кого-то эта надежда должна в его жизнь прийти, и возможно через тебя. Поэтому двери открыты, пусть Бог благословит. Аминь? Аминь. А теперь самая важная часть дипломы. Пожалуйста, читайте. Торжественная часть. Ирина Аненкова. АПЛОДИСМЕНТЫ Либи Барон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наталья Гниб. АПЛОДИСМЕНТЫ Мария Малул. АПЛОДИСМЕНТЫ Людмила Шашкова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВИТАЛИЙ САКАЕВ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Людочка Фокина. АПЛОДИСМЕНТЫ Людочка, мы тебя поздравляем. Вот твой диплом. Поздравляем. Получает Людочкин сын. Поздравляем. Она, кстати, написала, пастор, мы с вами, мы с мудрой, будьте благословены, спасибо. Мы тоже с вами. И просто еще немножко, я хотел такие вот вам подарить ручечки. И люди одно тоже. Мудрость лучше жемчуга, ничто не сравнится с ней. Блажен человек, который снискал мудрость. Кому что попадется. Кому не достает мудрости, то тому. Слово Твое святены к моей ноге. Слово Божье живо и действенно. С Тобою, Господь, везде, куда не пойдешь. Будь твердый и мужествен, не бойся и не унывай. То же самое с Тобой, Господь, куда не пойдешь. Будь твердый и мужествен, не бойся и не унывай. И для Наташи мудрость лучше жемчуга. Ничто не сравнится с нею. Блажен человек, который снискал мудрость. А для Виталика, как для мальчика, у него отдельная ручка. Очень просто. Господь, пастырь мой. А для Людочки. Много молитвы, много силы. Хорошо, давайте мы сейчас все вместе встанем, благословим их из всего нашего сердца. И прежде чем мы будем молиться, я хотел бы тоже напомнить вам, что мы будем записывать в группы. И у нас сегодня есть возможность иметь английскую группу. У нас молодежь хотела учиться, как-то им было неудобно слышать на русском языке. У нас сегодня есть возможность обучения на английском языке. Поэтому, молодежь, мы вас ожидаем. Господь, мы благословляем именем Твоим, Господь. Благодарим Тебя за каждого, кто здесь стоит, за люду там, где она находится. Господь, благодарим Тебя за их сердца, которые настолько открыты для Тебя и для Твоего Слова, Господь. Мы их благословляем на то, чтобы они, Господь, были каналами, Господь. То, что они имеют, то, что они научили, то, что они услышали, то, что познали. Чтобы они передавали по Слову Твоему грядущему роду и другим людям, Господь, что нужно упование свое полагать на Тебя, Господь. Пусть они будут благословены. Пусть каждый из них войдет в то призвание, которое Ты имеешь для них, Господь. Для их служения, для их жизни, для их семей. Пусть будет благословение над их семьями, над близкими, над родными, Господь. Полнота спасения да будет в их домах, и да будет воля Твоя. Во всем мы провозглашаем Твою волю, Твое благословение и Твою защиту во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Вас поздравляем. Пожалуйста, можете садиться. И еще одна у нас серьезная молитва. Вы можете потом подойти и поздравить их. Я попрошу сюда молодую пару, которые хотят, чтобы Церковь их благословила. Пожалуйста, мы вас ждем. АПЛОДИСМЕНТЫ Господу славу отдайте большую. АПЛОДИСМЕНТЫ Как сегодня одна сестра сказала, и есть еще одна такая избитая фраза, «Любви все возрасты покорны», но это на самом деле так. Аминь. Я думаю, что мы не будем много говорить. В Писании написано так, что если Господь не созидит дома, напрасно трудятся строящие. Если Господь не охраняет город, напрасно бодрствует страж. Наше благословение зависит не только от наших желаний быть благословенными. Наше благословение и дальнейшая жизнь, оно зависит от нашей связи с Господом. В Писании говорит, двоему лучше, нежели одному. Когда один упадет, другой поднимет его. И когда холодно, двоем теплее. И дальше Бог говорит, и нитка, которая скрученная, не скоро порвется. Кто эта третья нитка, которая сплетает двоих? Господь. И поэтому, если вы желаете, чтобы Господь был той ниткой, которая скручивает, которая соединяет вас в одно целое, эта физика говорит, если вы знаете о физику, самые крепкие канаты, это три нити, которые сплетены вместе. Самые крепкие. И Господь, если живет в ваших сердцах, и вы хотите свою жизнь посвятить Господу, вместе, чтобы быть, чтобы исполнить Божью воду, это ваше решение перед Богом. Мы, как церковь, мы можем благословить, мы хотим благословить, правда? Пусть Божья рука будет над вами, и пусть ваша жизнь будет благословенной, примером для многих других молодых ребят, которые еще до сих пор не женятся. Аминь. Давайте мы прослём наши руки. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою благодать, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты имеешь для нас свои добрые сюрпризы, свои добрые благословения. Отец, мы сегодня просим, пусть Твоя рука будет над этой семьёй. Господь, пусть будет мир, любовь и согласие. И самое главное, Господь, мы просим о том, чтобы было Твоё присутствие в этом доме. Чтобы люди, которые пришли в дом, пришли в гости, они пришли в дом к святым людям. Господь, мы благословляем их именем, Твоим веряем их, Твои святые руки. Веди их, храни их, и пусть Твоё провидение будет с ними во все дни жизни. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя, что Ты, не мы, не наши желания, но Ты соединяешь людей, Господь. Твоё благословение, Твоё благоволение да будет Господь над ними во все дни жизни, сколько Ты им предназначил. Бог же терпение и утешение да дарует Вам быть единомыслием между Собою по учению Христа Иисуса, чтобы Вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял Вас в славу Божью. Аминь. Многие, многие лета, 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 многие, многие лета. Аллилуйя, благословение! от дни рождения. Есть дни рождения? Выходите, споем Happy Birthday. Благослови Господь. Сезарис, дочерью, нужна комната. Если кто-то знает информацию, пожалуйста, дайте нам об этом знать. И брату Владимиру нужна помощь добраться вечером в церковь, которая здесь, в городе, чтобы кто-то послужил ему до 7 вечера. Брату Владимиру Римаренко, который пел сегодня. Если вы можете послужить ему, пожалуйста, подойдите, скажите, его нужно к 7 часам отвезти в другую церковь. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, братья и сестры. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Просмотрите ваши руки, благословляем. Отец Небесный, благодарим Тебя за благодать, которую Ты даешь. Господь, мы верим Твоему слову. Мы верим, Господь, в силу благословения Твоего. И Ты церкви дал право благословлять. И мы сегодня, Господь, говорим, все дышащее дославит Господа. Господь, от Тебя жизнь, от Тебя долголетие, от Тебя здоровье, от Тебя, Господь, финансы, от Тебя, Господь, семейная радость. Господи, благослови каждого. Аллилуйя, Отец. Во имя Иисуса мы благословляем всех наших именинников, Господь. Господь, от Тебя ожидаем. Верим и принимаем, передаем, Господь, мощные, славные благословения от сердца Отца. Господь, Ты полон любви, Ты полон, Господь, желания благословлять Своих детей. Ты щедрый, добрый Отец. Благослови, Господь, чтобы никто из них не нуждался, Господь. Ни в чем. Господь имеет достаток и радость сердца, чтобы они служили Тебе всю свою жизнь. И весь Божий народ сказал Аминь. Аминь. И те, кто уезжает в дорогу, кто уезжает в Украину, благословляем. Господь, во имя Иисуса Христа, благословляем в дорогу. Отец, пусть Твоя рука защиты, покрова, милости, любви будет с ней, Господь. Туда и обратно, в пути, Господь, в транспорте, в домах, Господь. Исполни Твою святую волю, Господь. И соверши все, что Ты запланировал. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословляйте друг друга, приветствуйте друг друга. Несите Божий свет и Божью любовь везде, где будет вступать Ваша благословенная нога. Аминь. Продолжение следует...